Приветствую всех на своем канале, сегодня в рубрике 5 копеек Jaguar XG40 Новый Jaguar XG40 рождался в муках, его дебют несколько раз откладывался, связано это было с тем, что не был готов двигатель, новый его двигатель модель AG6, он был сконструирован на основе половинки от классической V12 Jaguar, но правда этот новый двигатель был оснащен двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр Но все же дебют новой машины состоялся 8 октября 1986 года, а в качестве замены этому сырому двигателю продолжили выпускать модернизированный двигатель объемом 2,9 литра Правда была одна проблема, этот двигатель 2,9 литра остался с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр Также компания Jaguar очень огорчила поклонников любителей V12, именно чем. Этот автомобиль XG40 не был рассчитан на установку таких двигателей, это было самым большим разочарованием всех любителей Jaguar. Еще одним нюансом этой машины была такая как бы сказать техническая новинка, это была задняя гидравлическая подвеска, она самовыравнивала автомобиль Это как бы было и главной технической новинкой, но впоследствии это стало главной болью этой модели Серийно эту подвеску ставили на все автомобили вплоть до 1990 года, а с 1990 года уже ставили на заказ. Интересной фишкой в автомобиле есть бортовой компьютер, этот бортовой компьютер имеет кнопку VCM, которая означает Vehicle Condition Monitor, то есть что делает эта кнопка? Когда вы ее нажимаете, она показывает все ошибки, которые есть в автомобиле, то есть уже в то время люди задумались, что не нужно ездить обязательно каждый раз как загорится Check Engine к мастеру, достаточно нажать одну кнопку и вы узнаете обо всем, обо всех неполадках, вернее, которые есть в автомобиле. На сегодняшний день, к сожалению, эта проблема чуть что нужно ехать в сервис. Модель xd40 в свое время была довольно хорошо укомплектована, здесь уже есть и кондиционер, подогрев заднего стекла, все четыре стеклоподъемника, электроуправление зеркалами, довольно большая комплектация, также здесь полностью кожаный салон и вставки под дерево, что сказать, салон, конечно, за свое время устал, он здесь не перешивался, единственная деталь, которая перешивалась в автомобиле, это руль, руль перешивался, я вставлю фотографии, вы посмотрите руль в качественном перешивании, вот так вот. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok